Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю зачитывать книгу, а точнее полезную информацию из книги Совершенный код Стива МакКоннелла. И сегодня начнем новую главу, это глава 12, основные типы данных. Ну, как всегда, надо загрузиться. И в прошлый раз я там, вне записи, побегал, 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 я особо ничего не делал, я вот пришел к этому механику, принялся ему деталь, он мне установил, потом установил еще топливный регулятор и в результате получил вот эту вот точилу. Дальше я перегрузил из карманов моих рабов все вещи в багажник автомобиля. Багажник здесь вместительный, но, как мы видим, тут 250 было фунтов, осталось 74. То есть здесь шмоток, как вы видите, много-много и много. То есть таким успехом я и этот багажник забью доверху. И придется что-то думать. Но, насколько я помню, вроде бы можно было модернизировать эту машину. Но, сел в нее случайно. Давайте западная сторона. А, вот. Можно выбрать этот бинокль и посмотреть, насколько заправлен автомобиль. То есть автомобиль использует, по-моему, ядерные батарейки или что-то такое. Соответственно, его нужно иногда будет заправлять. То есть нужно понаходить эти батарейки. Так, и что у нас еще в этой дыре? В этой дыре у нас там еще остались работорговцы, которых надо было бы убить. Но, у этого, как его, у Маркуса закончились патрончики. Соответственно, сейчас я идти убивать их не буду. Нужно где-то Маркусу раздобыть этих патрончиков. И тогда с ним, я думаю, в принципе, можно будет всех перебить. Довольно легко. Мне так кажется. Ну, а сейчас, и сейчас, тут, по-моему, нужно было еще найти... Найти какого-то зомби. Дайте-ка я вспомню. Сейчас я все вспомню, а потом продолжим. Статус, по-моему, город-убежище. Не, не город-убежище. Наверное, Гекка. Вон, найти Гуля Вуди для Перси. И тут рекомендация поискать в дыре. Но, так как я в дыре нахожусь, то сейчас поищем этого... Этого, этого... Гуля. А, ну и там в Гекка мне он оптимизировал. Там один зомби оптимизировал оружие. И, насколько я понимаю, там можно еще пару раз оптимизировать точно. Так, ну что ж. Поищем... Поищем этого Гуля. Вуди. Так, оружие спрячу. Кстати, вот тут мне еще интересно. Какое-то... Ммм... Братство... Че-то такое непонятное, но меня туда не пускают. Я к нему еще раз подошел. Он все равно меня не пускает. Так, тут закрыто. Давайте перейдем сюда. Сейчас еще с этим пообщаюсь. Так. Чудесно. О! Эй, минуточку. Не какая-то... Это же Гуль Вуди. Вуди, это ты? Беги, беги. Ха-ха-ха. И че? Получается, там Гу Вуди лежал. Так, я получил тысячу очков опыта. Значит, мне надо сбегать... Ммм... Сбегать опять... Опять в ГЕКО съездить. И сказать, что я нашел. Да? Так, десять тысяч... Чуть меньше десяти тысяч очков опыта до следующего уровня. Ладно. Поеду я тогда в Нью-Рина. У меня полный багажник всяких шмоток. Я думаю, там я попродаю. И возможно, я там прикуплю... Патроны для Маркуса. Патроны для Маркуса. Ну, может быть, еще что надо. А, ну, надо еще оружие своим спутникам купить. Потому что они... Ну, в частности, зомби не хочет стрелять с пистолетом. Ему надо что-то другое. Так, ладно. Ладно, ладно. О, в рейдинг. Там же шериф был, который... Который не давал мне квесты. Говорил, что у меня уровень маленький. О! Довольно быстро могу ехать. Перемещаться. А вот это, я так понимаю, заряд машины. Ну, я установил топливный регулятор, и по этому расход меньше. Чем если бы я его не установил. Так, ну ладно. Ладно, сохранимся. Итак. Основные типы данных. Основные типы данных являются базовыми блоками для построения остальных типов данных. Эта глава содержит советы по применению чисел в общее целых чисел, чисел с плавающей точкой, ну, запятой, символов и строк, логических переменных, перечислимых типов, именованных констант и массивов. Эта глава содержит рекомендации по предупреждению главных ошибок в применении основных типов данных. Если же вы уже знакомы с этими всеми основами, то, в принципе, можете переходить дальше. Куда дальше, непонятно. Ну, по книге это понятно, а здесь пока еще нет. Так. О! Замените. Платить буду хорошо. Хорошо. Чем могу помочь? Вдова Руни очень сильно просрочила кварплату. Ее дом прямо через переулок к западу отсюда. Сколько она должна мэру? Окей. Это большая честь для меня. Ладно, будем искать. Где он сказал? Где-то тут. Запад. Запад. Запад это же сюда-сюда. Ну, ладно, давайте сюда. Вот дом какой-то стоит. Это числа в общем. Избегайте магических чисел. 120 монет. Так, выселить. Не могу. У больного на голову? У больного на голову? Как так? Я... Ладно. Больной на голову, конечно, она мне сказала. О, а что по поводу колодца? Звуки? Какие звуки? Хм. В колодец какой-то? Во дворе? Где колодец? Ну и так, ладно. Короче, избегайте магических чисел. Магические числа это обычные числа. Такие как 100 или 47 524, которые появляются в программе без объяснений. Если вы программируете на языке, поддерживающем именованные константы, используйте их вместо магических чисел. Если вы не можете применить именованные константы, применяйте глобальные переменные, когда это возможно. Исключение магических чисел дает три преимущества. Изменения можно сделать более надежно. Если вы используете именованные константы, нет нужды искать каждое из чисел 100. И вы не измените по ошибке те из этих чисел, что ссылаются на что-либо иное. Изменения сделать проще. Когда максимальное число элементов меняется со 100 на 200, используя магические числа, вы должны найти каждое число 100 и изменить его на 200. Если вы используете 100 плюс 1 или 100 минус 1, вы также должны изменить все числа 101 и 99 на 201 и 199 соответственно. При использовании именованных констант вы просто меняете определение константы со 100 на 200 в одном месте. Ну и ваша программа лучше читается. Ваша программа лучше читается, если вот, ну давайте вот тут такой пример, выражение такое for i равно 0 до 99, пока там i не будет равен 99. Можно предположить, что 99 определяет максимальное число элементов, а вот выражение for i равно 0 и до тех пор, цикл пока i не равно max entries минус 1. То вот такой код читается лучше и это выражение не оставляет никаких недопониманий. Даже если вы уверены, что это, а это магическое число никогда не изменится, применяйте именованные, применяя именованные константы, вы получите более читабельную программу. Так, что он тут говорит? Устроили скандал в Салуне. Прямо, это прямо через дорогу и чуть к западу отсюда. Скандал, вот это, наверное, салон, да. Так, применяйте жестко заданные нули и единицы по необходимости. Так, вот это у них типа уже конфликт начался, да. Значения 0 и 1 используются для инкремента и декремента, а также в начале цикла при нумерации первого элемента массива. 0 в конструкции for i равно 0 to constant вполне приемлем, так же как и 1 в выражении total равно total плюс 1. Вот хорошее правило. Используйте в программе как константы только 0 и 1, а любые другие числа определите как литералы с понятными именами. Так, и у них тут что-то перепалка идет какая-то. Идет какая-то перепалка. И мне надо как-то это все разрулить. Только как? Надо походу к кому-то подойти. И сказать, мол, типа, дружище, успокойся, воу-воу, потише там. И все такое, наверное. Только как это сделать? Так, я сохранюсь. Кто из них кто? Алкаш. Мускулистый. Че надо жертва борта? Ах, 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 так, хорошо. Кто начал? И че ты, ты сопля не доделала? Вот она борзая. Да, он ничего. Ладно, если только ради него. С этим надо тогда поговорить еще. Так, 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 так. Все, типа, я, я типа, 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 порешал? Наверное, да. Так, ошибки деления на ноль. Каждый раз, когда вы пользуетесь символом деления, думайте о том, может ли в знаменателе оказаться ноль. Если такая возможность существует, напишите код, предупреждающий появление ошибки деления на ноль. Выполняйте преобразование типов понятно. Убедитесь, что кто-нибудь, читая вашу программу, поймет преобразование между разными типами данных, которые в ней встречаются. Ну, есть явное приведение, а не явное, кто не знает. Так вот, явное, это когда мы, когда приводим тип, мы четко указываем, к какому типу мы приводим. Ну, к примеру, там, тут как раз такой пример есть. Y равно X плюс, в скобочках float, и дальше I. То есть I мы явно приводим к float. Эта практика поможет обеспечить однозначность ваших преобразований. Разные компиляторы по-разному конвертируют. А при таком подходе вы гарантированно получите то, что ожидали. Шлюху кто-то искалечил. Вот негодяй. Так, это опять, походу, в этом слоне. Так, ладно, погнали сюда. Избегайте сравнения разных типов. Если число X, число с плавающей запятой, а I целое, то проверка, если I равно X, почти гарантированно не сработает. А, она не хочет, чтобы эти зомби были. Ладно. Так, почти гарантированно не сработает. К тому времени, когда компилятор определит каждый тип, который он захочет задействовать для сравнения, преобразует один из типов в другой, произойдет ряд округлений и вычислит ответ, вы будете рады, если ваша программа вообще заработает. Сделайте преобразование вручную, так, чтобы компилятор мог сравнить два числа одного и того же типа. И точно знайте, что нужно сравнивать. Обращайте внимание на предупреждение вашего компилятора. Многие современные компиляторы сообщают о наличии разных типов чисел в одном выражении. Обращайте на это внимание. Каждый программист рано или поздно просит кого-нибудь помочь выследить надоедливую ошибку. А выясняется, что о ней все время предупреждал компилятор. Профессионалы высокого класса пишут свои программы так, чтобы исключить все предупреждения компилятора. Легче представить работу компилятору, чем выполнять ее самому. Так, именно так. Ты знаешь, кто это? Честно, не знаю. Чип. Так, могу ли я увидеть? Все равно теперь... Э, блин, а куда она это слала? Шахта, утренняя звезда. А, там тут есть, по-моему, две шахты. Хорошо. Хорошо. Так, а сколько... О, у меня уже... Сходим-ка мы в шахту. Где тут шахты? По-моему, вот сюда можно сбегать. О! А, то спуск там этот сидит. Короче, там двери закрыты, там мэр сидит. Может быть, когда-то я их поубиваю и туда зайду. Хотя, я так говорил, в первом фоллауте, что я всех поубиваю. Там игра просто закончилась неожиданно, поэтому я всех не поубивал. Утренняя звезда. Может быть, это где-то здесь. Ласт, какая-то майн, где эта звезда? Вот, плохо видно. Кстати, тут надо еще в шахту спуститься. Там я пробовал убивать одних там тварей таких жестких, но они что-то не очень убивались. Ну, сложно их было поубивать. Утренняя. Ну, тут вроде на звезду надпись не похоже. Давайте-ка я еще тут побегаю. О, вот! Morning Star Mine. Утренняя звезда. Так. Вот один шахтер. Сейчас стукну, пошел вон. Так. Короче, мне... Угу-гу. Угу-гу. Да, нормально, квесты так себе. Но опыт идет нормалек. Так. Целые числа. Это мы говорили о числах в общем. Ну, теперь... Теперь... Тут глава о целых числах. Так. Прямо к западу. Великая шахта Ван. В ней я бы становился бандит. Б-б-б-б-б-будет сделано. Не поняла, где он обосновался. Он говорит, опять к западу отсюда. Все находятся где-то к западу. И убить его, да? Э-э-э-э. Ну, пойдем. К западу, к западу, к западу. Вот к западу. Ладно. Так, целые числа. Проверяйте целочисленность операции деления. Когда используются целые числа, выражение 7 разделить на 10, не... О! А я ж тут был. Не понял. Вон там кто-то побежал. Во! Ого! Вот это, походу, они и есть. Ёлки-палки. Наверное, это они и есть, да. Так, ладно, идем дальше. Сейчас я сохранюсь. И пока буду их стрелять, продолжим. Вдвиг, ну куда ты побежал? Ну, опять. Так вот, о целых числах, да? Если 7 разделить на 10, то это не будет равно результат деления 0,7. Оно обычно равно 0 или минус бесконечности, или ближайшему целому, или, или... Ну, вы понимаете. Результат зависит от выбранного языка. Это же относится к промежуточным результатам. В реальном мире 10 умножить на 7 разделить на 10 равно 10 умножить на 7 и разделить на 10 и равно 7. Но не в мире целочисленной арифметики. 10 умножить на 7 разделить на 10 равно 0. Потому что целочисленное деление 7 разделить на 10 равно 0. Простейший способ исправить положение, преобразовать его так, чтобы операции деления выполнялись последними. То есть, сначала 10 умножить на 7, а только потом разделить на 10. Да их много, я вам могу сказать. Был бы Маркус со своим миниганом, то было бы конечный... Вик этот еще... Блин, надо было его оставить где-то. Ого, сколько их! Да ладно! Блин, это да, это неожиданно. Значит, надо куда-то забежать в комнатку. По идее. Походу, Вика убьют. Походу. Блин, тут есть разные входы. Ладно. Проверяйте переполнение целых чисел. При выполнении умножения или сложения, необходимо принимать во внимание наибольшее возможное значение целых чисел. Для целого числа без знака, это обычно 2 в 32 степени минус 1, а иногда и 2 в 16 степени минус 1, или 65535. Проблема возникает, когда вы умножаете два числа, в результате чего получается число больше, чем максимально возможное целое. скажем, если вы умножаете 250 на 300, правильным ответом будет 75 тысяч. оооо, что произошло. Но, если максимальное целое 65 тысяч 535, то, возможно, из-за переполнения вы получите 9464. Соответственно, будьте внимательны и учитывайте вероятность или возможность переполнения. Простейший способ предотвращения целочисленного переполнения – просмотр каждого члена арифметического выражения с целью представить наибольшее возможное значение, которое он может принимать. Так, если в целочисленном выражении M равно J умножить на K, наибольшим значением для J будет 200, а для K – 25, то максимальное значение для M будет 5000. Для 32-х разрядных машин это вполне допустимо, так как максимальным целым является число очень большое, ну там 2 миллиарда, там 147 миллионов и так дальше. С другой стороны, если максимально возможное значение для J – это 200 тысяч, а для K – это 100 тысяч, то значение M может достигать 20 миллиардов. Это уже не приемлемо. В этом случае для размещения наибольшего возможного значения M вам придется использовать 64-битные целые или числа с плавающей запятой. Что-то я не понял. Зависло или что? Что происходит? Походу, зависло. Проверяйте на переполнение промежуточные результаты. Число, получаемое в конце вычислений, не единственное, о котором следует побеспокоиться. Так, походу, надо убивать процесс и загружаться заново. Сейчас я это сделаю. Так, перезапустил. Идем дальше. Числа с плавающей запятой. Главная особенность применения чисел с плавающей запятой в том, что многие дробные десятичные числа не могут быть точно представлены с помощью нулей и единиц, используемых в цифровом компьютере. В бесконечных десятичных дробях, таких как 1 разделить на 3 или 1 разделить на 7, обычно сохраняется только 7 или 15 цифр после запятой. Такая точность достаточна для большинства случаев, но все же способна иногда вводить в заблуждение. И дальше несколько рекомендаций. по использованию чисел с плавающей запятой. Избегайте сложения и вычитания слишком разных по размеру чисел. Для 32-битной переменной с плавающей запятой сумма 1 миллион плюс 0,1 вероятно будет равна 1 миллион и 0,000 так как в 32-битах недостаточно значимых цифр, чтобы охватить интервал между 1 миллионом и 1,1 аналогично 5 миллионов запятая 0,2 или 2 сотых минус 5 миллионов запятая 0,1 или 1 сотая вероятно равна 0. Решение какое же здесь есть решение если вам нужно складывать настолько разные по величине числа сначала отсортируйте их а затем складывайте начиная с самых маленьких значений аналогично если вам надо сложить бесконечный ряд значений начните с наименьшего члена то есть суммируйте члены в обратном порядке это не решит проблемы округления но минимизирует их многие алгоритмические книги предлагают решения для таких случаев предлагают свои решения для таких случаев е-мое даже не знаю что делать в этой ситуации так ладно идем дальше избегайте сравнений на равенство числа сплавающие запятой которые должны быть равны на самом деле равны не всегда главная проблема в том что два разных способа получить одно и то же число не всегда приводят к одинаковому результату так если 10 раз сложить 0,1 то 1 получается только в редких случаях вот так вот таким образом хорошей идеей найти будет хорошей идеей будет найти альтернативу операции сравнения на равенство для чисел с сплавающей запятой один эффективный подход состоит в том чтобы определить приемлемый интервал точности а затем использовать логические функции для выяснения достаточно ли близкие сравниваемые значения для этого обычно впишется функция эквивал которая возвращает значение true если значение попадает в этот интервал и false в противном случае так 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 что мне делать мне надо как-то их убить а как будем бегать и из-за углов стрелять пока недалеко сейчас я куда-то сюда забегу ого блин а тут он один остался фигово еще раз сюда сейчас по идее я тут встану пока они там будут оббегать я возможно парочку и убью только потом я конечно уже окажусь зажатым вот эту шахту я спускался вот вот эту вот вот что-то тормозить значит и там 69 48 а че так во подле ух ты это че такое а значок шерифа круто так ну они сейчас начнут бегать вокруг а я тем временем попробую убить вот этого как раз мне вот этого и нужно убить главного так так а как мне во 69 че 69 это ж снайперская винтовка странно так идем дальше идем дальше так предупреждайте ошибки округления проблемы с ошибками округления сходны с проблемами слишком разных по размеру чисел у них одинаковые причины и похожие методики решения и похожие методики решения так кроме того далее перечислены способы решения проблем округления ну и начнем измените тип переменной на тип с большей точностью если вы используете числа с одинарной точностью замените их числами с двойной точностью используйте двоично десятичные переменные это binary code decimal или bsd bbcd bcd числа обычно работают медленнее и требуют больше памяти для хранения но предотвращают множество ошибок округления это особенно важно если используемая вами используемые вами переменные представляют собой доллары и цент или другие величины которые должны точно балансироваться измените тип с плавающей запятой на целые значения это такая самодельная замена bsd переменных возможно вам придется использовать 64-битные целые чтобы получить нужную точность так сохраню все конечно на другое сохранение этот способ предполагает что вы сами будете отслеживать дробные части чисел допустим изначально вы вели учет денежных сумм применяя числа с плавающей запятой при этом центы указывались как дробная часть это обычный способ обработки долларов и центов когда вы переключаетесь на целые числа вам нужно вести учет центов с помощью целых а долларов с помощью чисел кратных 100 центов иначе говоря вы умножаете сумму в долларах на 100 и храните центы в этой переменной в интервале от 0 до 99 такое решение может показаться абсурдным но оно эффективно и с точки зрения скорости и с точки зрения точности вы можете упростить эти манипуляции создав класс доллар and цент скрывающий целое представление чисел и предоставляющий необходимые числовые операции проверяйте поддержку специальных типов данных в языке и дополнительных библиотеках некоторые языки предоставляют такие типы данных как currency предназначенные для данных чувствительных к ошибкам округления если ваш язык содержит встроенный тип данных предоставляющий такую функциональность используйте его так скоро я буду мертв походу если я его сейчас не убью а он находится при смерти давайте сохраню ка я еще раз то то будет печально о промазан так дальше дальше у нас символы и строки избегайте магических символов и строк как так второй раз так избегайте магических символов и строк например магические символы это литеральные символы например а а магические строки это литеральные строки например джи га ма тик аккаунтинг программ которые разбросаны по всей программе не понял эта дверь подозрительно похожа на ту что установлено на складе какая дверь ладно это я разберусь потом мне надо сейчас отсюда сделать ноги если ваш язык программирования поддерживает применение именованных констант то лучше задействуйте их в противном случае используйте глобальные переменные ну и дальше перечислено несколько причин по которым надо избегать литеральных строк для таких часто встречающихся строк как имя программы название команд заголовки отчетов и т.д. и т.п. вам может понадобиться поменять содержимое например GIGAMATIC ACCOUNTING PROGRAM в более поздней версии может измениться на NEW AND IMPROVED GIGAMATIC ACCOUNTING PROGRAM все большее значение принимают международные рынки и строки сгруппированные в файле ресурсов переводить гораздо легче чем раскиданные по всей программе строковые литералы обычно занимают много места они используются для меню сообщений экранов помощи форм ввода и т.д. и т.п. если их слишком много они выходят из-под контроля и вызывают проблемы с памятью во многих системах объем памяти занимаемый строками не является причиной для беспокойства однако при программировании встроенных систем и других приложений в которых даже каждый байт на счету проблему хранения строк легче решить если эти строки относительно независимы друг от друга так братья какие-то еще братья надо завалить ладно а я сейчас с другой стороны зайду к ним блин мог бы со мной поторговать так ладно вон госпитал так символьные и строковые литералы могут быть загадочными комментарии или именованные константы проясняют ваше намерение ну например такой литерал как ну в 16-ти ричной системе 1b неясен в другое время константа escape делает значение более понятным следите за ошибками завышения занижения на единицу поскольку подстроки могут индексироваться аналогично массивам не забывайте об ошибках завышения и занижения на 1 который приводит к тщению или записи за концом строки так вот надо прикупить вот это 956 сколько ментанты о блин у меня багажники есть на мне лень туда а то что лень это же рядом 956 так а ну-ка погнали в машину в багажнике сейчас полазим так узнайте как ваш язык и система поддерживает Unicode в некоторых языках например Java все строки хранятся в формате Unicode C++ или C работа со строками в Unicode требует применения отдельного набора функций преобразование между Unicode и другими наборами символов часто необходимо для взаимодействия со стандартными библиотеками и библиотеками сторонних производителей если часть строк не будет поддерживать Unicode скажем C или C++ как можно раньше решите эту проблему стоит ли вообще использовать символы Unicode если вы решились на это подумайте где и когда будете это делать так патронов возьмем еще о вот это я тоже наверное возьму потому что в ближнем бою знаете так а где патроны во не это вот это разработайте стратегию интернационализации локализации в ранний период жизни программы вопросы связанные с интернационализацией относятся к ряду ключевых решите будут ли все строки храниться во внешних ресурсах и будет ли создаваться отдельный вариант программы для каждого языка или конкретный язык будет определяться во время выполнения если вам известно что нужно поддерживать только один алфавит рассмотрите вариант использования набора символов ISO 88 59 для приложений использующих только один алфавит например английский которым не надо поддерживать несколько языков или какой-либо идеографический язык такой как письменный китайский расширенный ASCII набор стандарта ISO 88 59 хорошая альтернатива символом Unicode если вам необходимо поддерживать несколько языков используйте Unicode Unicode обеспечивает более полную поддержку международных наборов символов чем ISO 88 59 или другие стандарты выберите целостную стратегию преобразования строковых типов если вы используете несколько строковых типов общим подходом помогающим хранить строковые типы в порядке будет хранение всех строк программы в одном формате и преобразование их в другой формат как можно ближе к операциям ввода и вывода так ну что попробуем с дробовика лупануть 4 да ладно тогда со снайперской винтовки стрельнем надо бы этот дробовик тоже было бы улучшить у того зомбака ну давай винтовочки а как как-то она что-то не очень снайперская ну расстояние что небольшое так ну тут дальше идет у нас строки в языке Си это мы рассматривать не будем пропустим и следующим у нас идет логические перемены логические перемены перемены вот так вот зайду-ка я сюда пусть они все идут а я их тут по одному буду убивать вот так да так логические или булевые переменные сложно использовать неправильно а их вдумчивое применение сделает вашу программу аккуратнее используйте логические переменные для документирования программ вместо простой проверки логического выражения вы можете присвоить его значение переменной которое сделает смысл теста очевидным например здесь такой пример блин надо было не читать ну да ладно например в следующем фрагменте из условий if не ясно выполняется ли проверка завершения ошибочной ситуации или чего-то еще и тут короче такая проверка если элемент индекс меньше нуля или max элемент меньше элемент индекс или элемент индекс равно last элемент индекс то там что-то надо делать а вот в следующем фрагменте применение логических переменных делает назначение if проверки яснее и вот здесь есть логическая переменная которая называется finish и вот это finish это равно элемент индекс меньше нуля или max элемент меньше элемент индекс дальше идет еще одна булевая переменная с именем repeated entry и вот это repeated entry равно элемент индекс равно равно last элемент индекс и наш if превратился если finish или repeated entry то есть этот код гораздо читаемее используйте логические переменные для упрощения сложных условий оооо красавчик чтобы правильно закодировать сложные условия часто приходится делать несколько попыток когда через некоторое время нужно модифицировать это условие бывает сложно разобраться что же оно проверяет логические переменные могут упростить проверку в предыдущем примере программа на самом деле проверяет два условия завершено ли выполнение метода и выполняется ли этот метод повторно создав логические перемены finished и repeated entry вы упрощаете и в проверку теперь ее легче читать легче изменять и она меньше подвержена ошибкам так ну что ж пока дела идут нормально сохранимся перезарядимся и дождемся остальных 5 единиц кармы получил я так что у нас тут дальше у нас тут примеры я их не буду так создавайте свой логический тип в случае необходимости некоторые языки такие как c plus plus java и другие имеют предопределенный логический тип другие скажем c не имеют в языках подобных c вы можете определить свой логический тип ну там обычно это typedef int boolean или можно это сделать определив дополнительное значение true или false это достигается путем создания перечисления там enum boolean и в котором true равно 1 а false равно отрицание true то есть в этом случае оно будет нормально и платформа переносима и соответственно вы таким образом создаете свой тип который называется boolean и значение true или false там есть так ну а на сегодня все по зачитыванию сейчас я попробую этих подобивать подобивать дождемся добьем их и думаю все будет хорошо так так ну давайте подходить идите по одному в голову сейчас будем стрелять сохранимся и и и в голову боимся ну как то странно в голову и 4 урона только как то может там пусто если в глаза о глаза нормально 49 он мне походу тоже в глаза стрельну круто так тогда я на рассе вот это buff out потому потому что потому что классная штука 14 ладно сохранимся короче короче будем стрелять ему все время в глаза промазал как там загрузится f8 да ну давай давай грузись какие-то тормоза блин не могу понять чё оно так тормозит что тут тормозит оооо вот это круто было это было круто ну давайте по одному так ещё один сохранимся вот это спрашивать каждый раз ну я ж уже сохранялся чё ты спрашиваешь так в глаза да надо в глаза всё время стрелять и нормально бэмс да круто сохранит а вот сейчас сохранимся так а я сейчас стрельну ка в глаза бэмс круто блин вообще вообще класс че раньше в глаза не стрелял так сейчас мы вот это плохо что они попадали все в одном и том же месте так вот рука чья-то тут может быть еще что-то нет 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 ладно давайте убьем еще того крысеныша да надо будет модернизировать этот дробовик у того 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 так что попробую бегать в шахту а вот еще блин точно я же главного убил а я у него шмоток не позабирал то еще там у него ух ты ух ты офигеть смотрите чем урон 10-20 а тут та не что-то урон не очень а где такое врать офигеть опачки не понял ребята я этот перепутал а ну-ка попробуем стрельнуть точность какая 67 не фигня какая валим ну наверное ну посмотрим не видел я такого оружия раньше возможно оно будет немало денег стоить и можно будет разжиться день жат томи сейчас еще один какой-то елки-палки ребята шушь вот так не ну это нормально то что они так тупили я поперебивал их сейчас я подлечусь вот и будем дальше стрелять в глаза сохранюсь я думал мега ружье какое-то ну то что я забрал только что а что-то оно не очень мало урона еще раз да лагает капитально так ну да ладно это наверное сейчас самый их добью чтобы не отнимать у вас время поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем ставим лайки и все такое всем пока